Доброго времени суток. Вы на канале Ашот Ньюс 2. Удивительная черта о многострадальной нации мира. Восхвалять даже самых падших из своих соотечественников. Российско-армянское информационное агентство, где конечно же стоят у руля армяне, опубликовали статью под громким названием. Армянин, который отказался стать президентом США, Роберт Мардиян. В статье рассказывается, как Роберт чудом спасся от геноцида в Османской Турции и перебрался в США. Далее он поднимался по головокружительной политической карьере, поддерживая самых популярных политиков. Якобы только лишь с помощью Роберта Мардияна, Никсон стал президентом Америки. Ну а потом сам стал генсекретарем республиканской партии, где его кандидатуру избрали на пост президента США, но он отказался. Почему-то армяне извращают даже ту информацию, которая общеизвестна. Итак, открываем Википедию и обнаруживаем, что про Роберта Мардияна есть только англоязычная информация. Видимо, армяне рассчитывали, что никто не станет разбираться с английской Википедией. Но они просчитались. Итак, открываем Википедию и читаем. Первым же текстом выходит информация о его судимости по делу о мошенничестве. Вот краткая информация про Мардияна. Роберт Мардиян. Это армянин из Турции, который добился в США политической карьеры. Но как только ему доверили ответственные должности, он начал заниматься черными армянскими делами. Роберт Мардиян работал на кандидата в президенты США Ричарда Никсона. 17 июня 1972 года в штабе кандидатов в президенты, расположенном в вашингтонском комплексе Уотергейт, были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой послушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов. Роберт Мардиян спланировал это преступление, за что был арестован и обвинен. И конечно же, ни о каком выдвижении его на пост президента Соединенных Штатов речи не шло. После этого скандала, Роберт Мардиян потерял свое доверие. Далее он удалился от политики и умер от рака легких в Калифорнии. Вот такая история афериста, который хотел грязными вариантами подняться по американской политической лестнице. А в итоге, его оттуда спустили вниз головой. Вся информация про Роберта Мардияна есть в англоязычной Википедии, где, повторяю, нет ни одной буквы о его кандидатуре на пост президента США, а главное о том, где он якобы отказался от поста президента.